Герои Дружба, Ландия, там, где ты не был! Привет! Зима сейчас в самом разгаре, и вы, наверное, точно любите играть в зимние игры. А вы знаете, что не все игры на снегу безопасны. А вы тоже любите играть в зимние игры? Да. И в какие вы играете? Я играю в снежки. В снежки? Я закапываюсь в снег. Я катаюсь на санках. На санках. А я люблю падать в сугроб. А если там камень под снегом, мы же не все видим, что он под снегом находится. А у меня такое один раз было. Я когда упала, под снегом была яма. Яма? Да, можно даже так уж и биться. Поэтому нужно быть осторожными. У зимы много секретов, и некоторые из них мы с вами раскроем сегодня. Где упадешь, не знаешь. Наша Дружболандия сегодня нам подскажет, где ожидать опасности, которых мы совсем не ожидаем. Смотрим. Что же это у нас? Давайте проверим, насколько он твердый. Давай. Или мы не можем влезть? Твердый? Да. А вы знаете, что у каждого льда есть точно одно слабое место? Знаете, какое? Нет. Сейчас мы с вами узнаем. Берем воду, можно горячую или теплую, и заливаем. Вы видите, что происходит? Да. Он тает. Да. И так бывает в теплую погоду, когда на улице становится теплее, даже зимой, самый-самый твердый лед начинает таять. Да. А теперь попробуйте. Что произошло? Он разломался. Разломался. И вот в теплую погоду бывает, что даже зимой лед на речке или на озере тает. Но вроде бы он еще держится корочкой. Но если мы на него наступим, то что он может сделать? Расколоться. Расколоться. И мы можем упасть под воду. Да. А я же как раз этого и не знал. И сейчас мы узнаем, что же с ним произошло. Одним солнечным, но зимним днем наши ребята решили пойти на улицу поиграть. И вот как-то воскресным утром Яша пришел за Мишей и Машей, чтобы вместе пойти на озеро, на котором зимой обычно образовывался каток. Скорее побежали! Сегодня солнце так светит, что совсем не холодно. Ребята побежали к двери, но мама вдруг сказала. Разве вы не знаете, что лед становится тонким при теплой погоде? Нельзя даже становиться на такой ненадежный лед. Да мы всю зиму катаемся, и всегда было все в порядке. Это надежное озеро. Оно нас еще не подводило. Яшенька, даже на самом тихом озере могут происходить шумные происшествия. Послушай меня и сделай не по-своему, а правильно. Пойдите просто погуляйте. Больше Яша спорить не стал, и даже спокойно с Мишей и Машей вышел во двор. Но когда увидел, как красиво искрится лед на озере, то заладил снова. Отсюда он выглядит очень даже прочным. Если бы мама увидела, то сразу бы разрешила бы. Давайте прокатимся. Нет, мы обещали маме, что не будем. А я ничего никому не обещал, поэтому мне можно. И Яша стал скользить по льду, напевая. Ничего я не боюсь, ничего я не боюсь. И озеро действительно его не подводило. Он осмелел и стал еще и подпрыгивать. Тогда Миша с Машей решили его напугать. «Яша, мы уходим!» И только повернули, чтобы уходить, как услышал страшный крик Яши. «А-а-а! Я провалился! Не уходите! Помогите!» Да, Яша действительно провалился. Двойняшки подбежали к нему, но вовремя остановились. Они вспомнили, что опасно вставать на лед, когда теплая погода. Миша аккуратно подошел к краю льда и попытался схватить Яшин шарф. Он взял его, тянул, 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 тянул и, наконец, вытянул своего непослушного друга. Они привели его к себе домой, сняли мокрую одежду, положили в кровать и закутали самым теплым одеялом. А когда напоили полезным согревающим мариновым чаем, то мама спросила. «Яшенька, теперь ты понимаешь, почему надо слушать то, что тебе говорят взрослые?» «Понимаю. Но что делать, если зимой качели холодные, а на льду так весело кататься?» «Кататься нужно тоже с умом, потому что сегодня ты мог утонуть и потянуть за собой Мишу». «Простите». «Яша, пообещай, что ты больше не будешь ходить на лед без разрешения родителей». «Вообще-то мне трудно такое пообещать. Я всегда мечтал скользить на катке». «Так на катке ведь опасен лед над водой, он может треснуть. Но настоящий крепкий каток мы можем сделать сами. Прямо у нас, во дворе». «Так наши ребята и сделали. Они взяли воду в ведра, принесли, залили во дворе и получился такой крепкий лед. Настоящий каток, который выдержит любого». «А вы тоже так делаете, как Яша наш сделал?» «Нет». «Нет? Вы играете в безопасные игры?» «Да». «И во что же вы играете?» «Мы выливаем у себя во дворе лед». «Выливаете воду, и он замерзает и превращается в лед». «Можно поиграть в снежки только кидать не в голову, а в ноги». «Да, и без камней, да?» «Да». «Лепить снеговика». «Можно лепить снеговика». «Можно на снегу кататься на санках». «Правильно, и можно просто кататься с друзьями на санках. Нужно нам стараться играть в безопасные игры, да?» «И все вместе с друзьями, чтобы никто не пострадал». «И носить варежки, чтобы не было холодно рукам от снежка». «Правильно». «Нарисуйте и вы нам, в какие игры вы играете зимой, какие безопасные игры вы знаете, и пришлите нам по адресу, который вы видите сейчас на экране». «Мои дорогие друзья, я хочу встретиться с вами еще много раз, поэтому играйте аккуратно в зимние игры, чтобы быть здоровыми». «А мы встретимся с вами ровно через неделю, чтобы продолжить наши незабываемые приключения в поисках главного. Пока!» «Вверх, вниз, вверх, вниз. Будем вместе приседать. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять, шесть, семь. Не устали мы совсем?» «А теперь все руки в боки, как зачетки, скоки, скоки. Раз, два, три, четыре, пять. Не устанем мы скакать». «Раз, два, три, раз, два, три. Вместе с нами делай ты». «Яшка с нами подтянулся. Раз, два, три, четыре, пять. Начал головой махать. Влево, вправо, влево, вправо. Голова ведь не устала. Мы немножко отдохнем и опять махать начнем». «Раз, два, три, четыре. В карусель мы превратились. Погружились, покрутились. Стройных птиц мы превратились. Раз, два, три, четыре. Руки выше, крылья шире. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вверх, вниз, вверх, вниз. Мы присели на карниз. А теперь давай представим. Бабочки везде летают. Нужно бабочку поймать. Раз, два, три, четыре, пять. Угадайте, что это? Как на нашей грядке выросли сокатки. Летом зеленеют, осени краснеют. Правильно, помидоры. Угадайте. Чтобы собрать обend dije. Постанавливаем. Угадайте Угадайте. Угадайте. Субтитры подогнал «Симон»